Простые команды Варе даются с легкостью, над остальным еще стоит поработать. Скоро немецкой овчарке исполнится год, а значит она получит аккредитацию на определенные виды работ, но сначала пройдет строгую проверку. Будет в дальнейшем распределяться по какому направлению она будет работать. То есть вот общий разыскной профиль, поиск наркотических и психотропных веществ, взрывчатых и взрывчатых устройств. Или бы уже на конвойную службу. Но не только про особенности кинологической службы узнали третий курсники юридического колледжа. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» им рассказали, как стать сотрудником органов внутренних дел. Для начала нужно прийти в отдел по работе с личным составом, подготовить общий пакет документов. Совсем скоро все это ждет Марию. Девушка хочет стать следователем. Привлекает профессия своим упорством, своей статностью, потому что эта профессия очень распространена среди наших студентов, среди всей молодежи. Еще мне эта профессия нравится, что там очень много требуется навыков профессиональных. Михаил на страже правопорядка третий год. Сейчас он инспектор профподготовки. Совмещать работу и учебу у него отлично получается. Мне просто нравится служить, служить родине, народу. Я успел побывать и в ППСе, и в дежурной части. И сейчас я уже инспектор профподготовки. Также выпускники могут стать участковыми или сотрудниками уголовного розыска. И это далеко не весь список. Учебные будни скучными не будут. Их есть чем разнообразить. На базе нашего управления есть команда, хоккейная команда своя, футбольная команда. Наши сотрудники имеют спортивные специальные звания, кандидаты мастера спорта, кандидаты мастера спорта. Мы давно сотрудничаем с нашим управлением. У нас подобные акции приходят часто. Мы посещаем управление внутренних дел, посещаем музей, встречаемся с сотрудниками, в частности с криминалистами, что вызывает большой интерес у студентов. Акцию «Студенческий десант» проводят не только для учащихся колледжа. В феврале ее участниками станут и те, кто получает высшее образование.